Продолжение следует... 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 Да, 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 занимаемся Да, делаем, а уточните, пожалуйста, какой у вас автомобиль? Автомобиль Hyundai Sonata 4 Hyundai Sonata 4 Ага, от Gabler Я понял, подскажите, а почему вы хотите именно перепрошить? Я не хочу оборки смотреть Потому что мы вставили на оборке На оборке, на оборке Ну, да, прекрасная оборка Да, вообще ломан Кто нет, вы знаете, мы на самом деле Прям на таком же автомобиле удаляли Все прекрасно работает Ни разу человек не вернулся Более того, на такой машине удаляли у знакомого Ну, у хорошего знакомого До сих пор ездят Прошло уже года полтора, наверное Может, даже больше Ездят, не жалуются ни на ошибку, ни на чего Но мы на самом деле даем гарантию То есть мы ставим, знаете, не Ну, как, ставим нормальные обманки И на работу даем гарантию Это просто будет подешевле Я только вот с этой целью поинтересовался Я предлагаю вам именно обманки установить Если вы будете настаивать именно на прошивке То можем и прошить без проблем Давайте, иди, иди, иди Так это, где она Сейчас, секундочку, пожалуйста Если просто пламя-гасители и обманка Значит, 4,500 А если с прошивкой, то 9 Алло Алло Да, 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 да Смотрите Да, у вас там идет Два пламя-гасителя Нужно будет устанавливать Если с обманкой То все работы с запчастями под ключ Будут стоить 4,500 рублей А если именно Если пламя-гасители и прошивать То это будет 9,000 рублей Да, алло Алло, алло Да, слышно? Да, я услышал Последний пламя-гаситель Смотрите Пламя-гаситель и обманки Это будет 4,500 рублей Ага А если прошивать То это будет 9,000 рублей Да Это все подключено? Да, да, да Это работа с запчастями Все подключено А в чем Прошивка? Да, да, да Там прошивка стоит Ну, по 5,000 рублей И Получается, смотрите 4,500 Это пламя-гасители С обманкой С работами 9,000 рублей Это пламя-гасители Прошивка Ну и работы Ну, может, я понял А если просто удалить Катализацию Поставить пламя-гасители Ну, там прошивка Прошивка Ну, будет 4,000 Стоить 4,000, да? Да Да Два пламя-гасителя Так, а где находите Территориально Находимся Борисовские пруды Дом 1 Строение 72 Так, а если Проездил Борисовские пруды На банке Нам гарантия Дается На 20 грамм Ну, год Точно проездите Так, а сколько Проездил На этой банке Если Через год Она полетела За 1,000 рублей Сколько За 1,000 рублей Поменяем За 1,000 рублей Да Это если она Это если она Через год Ну, там что-то С ней произойдет Если в течение года То бесплатно Сделаем А, я понял А есть какие-то Уже преимущества Прошивки Наушные спускания Есть наоборот Есть только риск Все, кто Перепрошивают Автомобили Они умалчивают Что Когда Что Когда Перепрошиваешь Автомобиль Всегда Есть риск Только Навредить Вывести Из строя Электронный блок Управления Плюс Оригинальных Прошивок Это не у кого Ну, да Да, да Цены названы При условии Что они Остаются У нас А, да Там Снимали Что-то Торговато Если честно Просто Товарищи, пожалуйста За 2000 Пошли Машинка Угайность А А какой Автомобиль У него У него Киа Рилу У них Хачбэк Ага За 2000 Мы За 2000 Удавили Коталинад И Шепер Кошли Подъезд Аклана 2000 Взявили Скажи Киа Рилу Мы тоже Замазделаем Ну Да Киа Рилу Мы бы тоже За 2000 Рублей Сделали Ну Да Да Тут Зависит От Сложности Удаления И Знаете Я вам Я сейчас Вас К чему Не подталкиваю Я просто Просто Порекомендую Вам Не гнаться Уж Совсем За дешевизной Можно Сделать И бесплатно Но Это Знаете Это И без Пламя Гасителей И без Обманок Это Ну Попадетесь Там На какой-нибудь Сервис Который Разводит Обманок Мы переделываем Через день И потом К нам Приезжают Переделывать А переделка Стоит Ну Уже Совсем Других Других Денег Это Доделывается Другими Сервисами Не Ну Я Спрашивал Там Что Продолжение Стоит Я Сказал Мне говорили Что Там Какой-то Небольшой Ну Не Небольшой А У Вас Просто Ну Выхлопная Система Будет Трещать Звинеть Как Колокол Это Небольшой Это Неправильно Нужно Обязательно Обваривать Вот туда Звук Будет Неприятный Вы Просто Вы Конечно Можете Попробовать Это Сделать Но Через Какое-то Время Вы Приедете Это Переделывать Да Да Работаем И в Субботу И в Воскресенье С Сказать Как С 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 На Ваш Автомобиль Это Будет Порядка Трех Часов Ну Немец Все Я Угу Все Папа Я Папа Как Вас зовут Кирилл Зовут Кирилл Кирилл Все Спасибо А Все Да Да Хорошо Всего Доброго Зовут Кирилл С С С Нет Это Авито Другой Телефон С 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 1 В 1 Без обманки Да Трех Ни Блог Можно Использить Оригинальных Прошивок Ни У кого Нет С Оригинальных Прошивок Существует Под Евро 2 На Эту машину Все прошивки, которые есть, они все самодельные, все перепрограммированы нашими кулибинами, и кто какую коррекцию топлива сделал, никто гарантии не дает. Скажи, перепрошивать, потом ни ошибок не видно, ни диагностика не читается и так далее. Минусов просто масса. Упрощается настолько, что там отвязывают просто кушу датчиков, и потом эта машина становится целой проблемой. Люди потом ищутся, чтобы обратно вернуть оригинальную прошивку, а их нет ни у кого. А это четвертая стена отправлена через блок, через спайку. Это делается. Он пытается на обманке, видишь? Ну да, и по-моему у него она самая простейшая, да? Да, и он и втул, не, у него и в реке стоит. Да? Да. Он же ходили, помнишь, покупать с соседним? Ну, магазин здания его, ты помнишь, в конце? А, это я все-все-все-все помнил. Это как, причем он в Тамбов, да, ездил, в Тулу ездил, на трассе не загорелась. Это говорит о том, что она нормально работает. Вот это ставят, понял, дешманские обманки вот эти, пустышки, пустышки 200-раплевые. Угу. Поэтому они не загорелась, эти ошибки. В том, что цивилизм запомнился. Угу. Смотр режима нет, просто педаль. 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 Да, секундочку, я сейчас передам трубочку, хорошо? Мастер. Алло, да. Да, конечно. Два литра механика, да? Да, мы делаем. В два литра там рядная четверка. Ну, я понял, да. Я знаю, мы часто делаем эту машину. Смотрите, есть несколько вариантов по удалению катализатора. Есть самый дешевый, это будет ничего не стоить, это будет бесплатно. Просто вырезается лючок, выбивается катализатор, закрывается на место, это в ноль плюс обманка. Так, второй вариант чуть-чуть дороже, это две тысячи рублей. Вырезается лючок в обеих банках, боковой лючок. Вовнутрь вставляется пламя-гаситель, обваривается с одной стороны, со стороны лючка. Закрывается ответной частью, которая была вырезана. Хватает где-то на полгода. Ну, как и все делают сейчас. Ну, 98% всех, кто удаляет каталики, все именно так и делают. И самый дорогой, самый дорогой, качественный вариант, это обварка пламя-гасителя с двух сторон. Пламя-гаситель не русский, не китайский, ЦБД. Это стоимость одного пламя-гасителя примерно 1500 рублей. Вот, обваривается с двух сторон, банка режется на две части. Обваривается и в начале, и в конце. Два пламя-гасителя, плюс хорошая обманка Евро-5, именно с кусочком катализатора. Вот, стоимость под ключ, при условии то, что если старый катализатор расставляется у нас, вот, будет стоить 4500. Да, под ключ. То есть мы снимем, если с прошивкой, ну, прошивки на самом деле на эту машину я не рекомендую, потому что это делается не через разъем, это делается через спайку в блок. Оригинальных прошивок нет ни у кого, это все самолятная хрень на самом деле. Скажу так, как честно. Разъем есть, но все, четвертая, пятая Асаната четвертого года через... В общем, они не делаются через разъем, они делают только через спайку в блок. Подпаиваются проводочки к блоку, к плате, снимается лак, который защищает плату дорожки, подпаиваются проводочки, и программатором перепрошивается под Евро-2, типа под Евро-2. На самом деле это оригинальная его прошивка, в которой не убирается, не меняется ни коррекция топлива, не меняется ни... ничего больше, кроме как отвязывается датчик кислорода, и перепрошивается датчик кислорода первый. Ну, это именно лямбда-зонд, про который я говорил. И датчик... Я помню, ну, я лично ставил раз 20 на эту машину обманки, они прекрасно работают. Просто ставят обманки пустышки, и они не работают. Если поставить хорошую обманку, Евро-5, именно Евро-5, они работают прекрасно. И на этих машинах, и на Маджентисах вообще хорошо работают. Да. Независимо от того, что сломаются шпильки или еще что-нибудь, все вместе, не имеет значения. То есть, если даже что-то сломается, будет выслевлено, поставлено новые шпильки, новые гайки, все подключено. Ну, я как скажу по своей практике, человек не загорается вообще больше. Он видит нормальную работу, то есть, сам датчик, вот этот второй, который идет после катализатора, вот, он нужен только для контроля качества работы самого катализатора. Он не влияет на коррекцию топлива. На коррекцию топлива влияет тот, который стоит до катализатора, и датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, на воздушном фильтре, который стоит. Вот. А вот этот датчик, который после катализатора, мы его обманываем спокойно этой обманкой, который в обманке в самой встроен кусочек катализатора нормального, который меняет C на CH, и датчик видит нормальные показатели по выхлопу. Все, ему больше ничего не нужно. Ну, это потолок 1000 рублей. Вот эти обманки, которые не работают, они 200-рублевые. Вот они все, все, кто бесплатно удаляют эти таксичные тачки, они все, ну, наберут себе вот этих 200-рублевых обманок, и они не работают на этих машинах вообще. Все, по городу ты какое-то время катаешься, стоит на трассу выехать, все, она тут же загорается. Да, конечно. Да, да, да. Да я просто эти машины, ну, наизусть уже знаю, скажем так. У меня и знакомых много вот, у меня знакомый катается, наверное, больше года уже. Он до конца, до последнего не хотел. Ну, прошивки, да, корявые, их. Ну, смотри, они, в общем, знаешь, как вкратце делают? Они просто отвязывают датчик, затирают дорожки, там, по-моему, ты знаешь, как выглядит эта программа, да? То есть, эфки нули, просто они смотрят по схеме, да, какие эфки, какие нули, куда переставить местами, и все, но это все коряло, оно работает не как надо. Коррекция топлива совершенно другая. Я знаю случаи, как... Да. Все... Да, да, это все тяп-ляп. И знаешь еще, что самое плохое в этой ситуации? Она уже не поддается диагностике, эта машина. Она не видит пропуски зажигания, она не видит обрывы, то есть, ну, вот, обычная нормальная Соната, да, у нее накрывается катушка зажигания, ты подключаешь к компьютеру, ты видишь пропуски зажигания по какому-то цилиндру, правильно? После вот этой тяп-ляп-прошивки все, она больше не читается. Да. И они все, и старые Иланты, и Сонаты, и вот эти всякие Маджентисы, Кии Карнивалы, они все по одному, ну, по одной схеме делаются. Ну, гарантии там никто не дает никогда, ну, если у тебя сломается обманка, ты всегда ко мне можешь уехать, я тебя бесплатно поменяю на другую, и все, точно такую же. Даже вообще, даже, ну, никаких в этом проблем нет. Ну, она два года проживет, ну, по-любому. Там, она настолько из толстого металла сделана, то есть, она там выточена на токарном станке из болванки, она не прогорит никогда в жизни. Вот, а сам вот этот элемент, который внутри вставлен, да, катализатор вот этот, да, он достаточно качественно там стоит, и он не может оттуда полететь. Поставлю светочку. Нет, пламя-гасители, пламя-гасители ЦБД. Есть Engine Race, пламя-гасители, они были до недавнего времени, самые хорошие. Вот, сейчас есть компания ЦБД, они стали делать лучше, потому что они недавно появились. Ну, за счет, они качеством просто сейчас выигрывают. Рынок завоюет, потом будет опять говно то же самое. Но пока они самые нормальные. Меня Сергей зовут. Это на Хаширском шоссе мы находимся, улица Борисовские пруды. Дом 1, строение 72, КПП номер 4. Там просто дом 1, большая территория, там территория завода бывшая. Вот, и там несколько контор находятся по этому адресу. Вам нужно... Строение 72, но нужно именно КПП номер 4. Так, автосервис Монтировкин называется. Монтировкин. Да. Ну, если приедет, я вам покажу и пламя-гасители, и обманку, как она выглядит. И такой вариант, и такой у меня все есть варианты. Просто какие-то машины работают на обычных пустышках. Вот, просто вот Форды и Мазды там и так далее, они на вот этих пустышках 200-рублевых прекрасно тоже работают. Но уже вот эти и американцы вообще не работают на них. Ну, ясно, ясно понял. Да. Ну, наберете, скорректирую. Просто вот у нас на субботу было записано две машины с 10. Просто было записано две машины, я просто не знаю, приедет или не приедет. Просто бывает такое, что записываются и там... Да, там объявлений масса на Авито вообще, там что только нет. Там даже доплачивают некоторые. Да нет, это все ерунда. Я тебе говорю, ты поставь обманку, она... Ну, это не так уж все. Прошивку можно в любой момент сделать. Просто эта машина должна работать на родной и оригинальной прошивке, которая изначально была у нее, заводом. Заводом. Да. Ну, лучше наберите предварительно передоездом. Так, ну хорошо, буду тогда... Да, там у нас, да, там у нас несколько видов услуг, там и есть самообслуживание, и катализаторы, и вот, и все. Поможете зайти на сайт посмотреть, там, правда, он не до конца еще доделан. Все, хорошо. Все, ладно, до встречи. Видишь, ты по-другому ему расписал, и он уже, это... Я, говорит, устал уже звонить, вот, я боюсь. Ну, как бы он сейчас не позвонил на третий телефон, или тебе, или Ире. Че сказать, что он в 10 приедет? А по какой цене? В 4500. Видел, я психанул просто чуть-чуть. В субботу в 10? Да. Видел я ему с дешевого варианта начал. Да, да, да. Потом средний вариант предложил фрешками. Да. И этот, и... Блин, вот тут тоже, да, вот этот парень, сначала он у меня спросил, типа, какой адрес, я ему сказал. Но я ему объяснил, что там один большой, тебе это заводом много. Да, 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 я видел, ты выкручивался. Да, ну, как он много. Ну, да. А МОК был крепким, парни. А я ему в субботу посмотрю в лицо. А, погоди, а в субботу, если мы уедем в Оренбург? Ну, он-то едет, а что, уже, по-любому, это не будет делать. Кто? Ну, кто, пацаны снимут? Опять подарим? Почему подарим? Игаря, она протащит. Ну, что, речки позвоните. Ну, добрый вечер. Ты диспетчер? Ясно. Сколько можно? А, ну, кушай, кушай. Я же тебе говорил уже. Кушай, кушай, кушай на здоровье. Главное, чтобы на поле начался. Да? Не надо, не кушай на здоровье. А, ну, цык, какие новости? Да? Сладенький. А какой же? Угу. Ага. Ага. То, что надо, да? Мы тоже недавно прогулли в Афгараде. Покушали, посидели. Съели семгу на пару с картошечкой. Вот, заели это все морковой, морковочкой. Вот, с чесночком. И нормально едем дальше. Осталось всего-то 830 километров. Нет, как-то не 12, а 9 часов 49 минут. Ну, мы затормознемся, мы затормознемся на ночевку. Мы еще проедем, когда-то 300, а не 400. И тормознемся. Че-че? Да нет, зачем нам отель? Ну, прям в машине. Спартанских шлопах. Спартанских. Бабки надо экономить, как отель. И что страшного? Приедем, сходим в душ. Приедем, сходим в душ и сразу же в Уренбург стартуем. Еще один, еще один вариант у нас там нарисовался. Да. Ну, приедем, помоемся, где-то посмотрите и обладим. Да. Ну, а что денег тут нужны? Сюда. Ну, тебя там кинулись. Кого ты удалил? Какие? Ага. Ага. Понятно. Так что, работа сказана. Работа стоит. А время-то идет. Да. И вообще ничего не обламывается. Все под контролем. Я сейчас там все под контролем. Ну, я все сделаю, естественно. Как он мне позвонит, так и сразу сделаете. Вот ты сейчас позвонишь и спалишь меня. А я ему сказал, что это мне надо, это моя машина. А ты сейчас позвонишь и начнешь говорить, что это твоя машина. И он мне позвонит и скажет, что ты меня обманываешь. Я же его там умолял, говорит, денег нет, чтобы ее убил. Да. 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 О, поедем. Поедем. О, поедем. О, поедем завтра выйдет сюда. Да, да. Вот не спасся, по-моему, как-то у меня связь была говняная. И все, она проявалась постоянно, поэтому она тут полный, полный уехал. Как что? Да? Еще красивее и стало? Да. Какая же, еще какие-то покажут? Какая же? Какая же? Сама... Сама себе. Да, ну а какое-то же время проходит, они потом за все приходят в норму, да? Я еще думал, они восстанавливаются. Дайте. Аааа... Нет, тут не шаги. Да. Вон как. Цела наука, да? Да. Что-что? Да нет, что-то. Хочешь на вас повесить. Замещаем. Ну там же есть какие-то специальные, специальные для волос, есть же там какие-то эти лечить волосы. Да. А либо и то, и то, да? Короче, не твои варианты пока. Да. Да. Это мой пик. Да. Да. Двадцать с копейками, да? Чем надолго хватило, да? Это за одиннадцать, да, которые? Двадцать с себя попало. Часер, как-то типа дает. Да. Понятно. Понятно. Это сколько было? Немного сенасти, да? Величное. Величное, величное. Часер. Волосы. Волосы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...